Привет друзья, с вами Большой Дэн и проект рок-энциклопедия от A.D.Z. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Тед Ниджент. Несмотря на частую критику по поводу его правых консервативных взглядов и неуемной тяги к оружию, этот музыкант действительно является одним из столпов американского хард-рока. Родившийся в пригороде Детройта 13 декабря 1948 года, Тед Ниджент начал увлекаться рок-н-роллом чуть ли не с 10 лет. В 60-х его первыми группами являлись Royal High Boys и Lords, которые играли вещи в духе Rolling Stones и Yardbirds. Но это была лишь разминка, а настоящее признание Тед получил в рядах Amboy Dukes. Именно тогда гитарист перешел на модель Gibson Birdland, которая осталась его верной спутницей на долгие годы. В отличие от других членов Amboy Dukes, Тед вел здоровый образ жизни и не признавал ни наркотики, ни алкоголь. И даже когда вышел знаменитый кислотный хит Johnny to the Center of the Mind, он не знал, что такое быть под влиянием. Состав группы менялся с ужасающей скоростью, и вскоре Ниджент остался единственным оригинальным участником, что позволило ему официально переименовать проект в «Тед Ниджент and the Amboy Dukes». В середине 70-х вторая часть вывески за ненадобностью отпала, и гитарист начал сольную карьеру. Тед пригласил в группу поддержки первоклассных музыкантов Деррика Сент-Холмса, вокал-гитара, Роба Грэнджа, бас и Клиффа Дэйвиса, ударные, и заключил контракт с Epic Records. Пропитанный тестостероном, дебютный альбом с мощными аккордами и бескомпромиссным рок-н-роллом быстро завоевал популярность у населения Америки, а его продвижению помогали великолепные шоу Теда и компании. Однако жесткая диктатура Ниджента не способствовала благоприятным отношениям в коллективе, и первым сбежал Сент-Холмс. Ушел он прямо во время сессии Free For All, однако гитарист лихо выкрутился, и недостающие вокальные партии по его приглашению исполнил никому неизвестный тогда еще Миклоуф. Впрочем, после релиза менеджеры все же вернули Деррика в команду, и промо-турне проходило уже с его участием. Две первых пластинки принесли такие радиохиты, как Hey Baby, Stranglehold, Dog и Dog, но более значительный рывок Тед со своей бригадой совершил в 1977 году, выбросив на рынок диск Cat Scratch Fever. Этот альбом с заглавным хит-синглом Штурмом взял чарты и позволил безумцу из Мотор-Сити легко распродавать большие площадки. К тому времени гитарист придумал себе первобытный имидж и выходил на сцену в набедренной повязке, а начинал концерты, раскачиваясь на веревке а-ля Тарзан. В 1978-м для укрепления популярности Тед выпустил концертный альбом, и трижды платиновый Double Life Gonzo вполне оправдал его ожидания. Однако, несмотря на успех, команда Ньюджента постепенно начала разбегаться, и с каждой последующей пластинкой гитарист лишался кого-нибудь из своих соратников. Так, уже на Weekend Warriors отсутствовали Сент-Холмс и Грэндж, и если первого относительно надолго заместил Чарли Хун, то басисты менялись регулярно. Четвертый студийник занял 24-ю строчку в билборд и смог дотянуться до платины. Но вот две последующие работы, State of Shock и Scream Dream, при некотором улучшении чартовых позиций, ограничились золотом. К снижению тиражей добавился тот факт, что к началу 80-х Тед оказался на грани банкротства, поскольку неудачно вложил все свои деньги в рискованные предприятия. Тем не менее, музыкант преодолел финансовый кризис, и новую декаду отметил переходом с Epic на Atlantic и выпуском пластинки Nugent. Поскольку на тот момент в команду вернулся Сент-Холмс, гитарист хотел представить альбом как возвращение к корням, однако время наложило на него свой отпечаток, и работа имела попсовый привкус. Позже, в погоне за модой, Nugent добавил в сопровождающий состав клавишника, в результате чего на свет появился через чур синтетический Penetrator. Партии вокала на данном альбоме исполнял Брайан Хау, но в дальнейшем Тед взялся петь сам. Продолжая трудиться на ниве поп-металла, во второй половине 80-х он выпустил еще пару пластинок и добился определенного успеха, когда заглавный трек с Little Miss Dangerous, прозвучавший в сериале Miami Vice, стал крупным хитом. На заре 90-х Ньюджент на пару с Томми Шоу организовал мелодик-роковую группу Dam Yamkis, которая была довольно популярна, но после двух альбомов скоропостижно распалась. Наконец, в 1995-м Тед, воссоединившийся с Дереком, выпустил сольник Spirit of the Wild, который возвращал его к раннему непричесанному хард-року. Далее в студийной работе наступила продолжительная пауза, а в это время Ньюдж мелькал в различных радио- и телешоу и занимался общественно-политической деятельностью. Впрочем, про свое главное призвание гитарист никогда не забывал и регулярно давал концерты, а также выпускал различные переиздания, сборники и зальники. На рубеже нулевых он опубликовал автобиографию God, Guns and Rock'n'Roll, а немного погодя был представлен альбом Craveman. Саунд на нем несколько осовременился за счет фишек а-ля Kid Rock, но на вышедшем пять лет спустя Love Grenade Тед постарался вернуться к корням и даже перепел главный дюковский хит Journey to the Center of the Mind. Проявляя сценическую активность, Ньюдженд продолжал выступать и в 2008-м с помпой отыграл свой шеститысячный концерт. Однако 14-й студийник фанатам пришлось ждать уже 7 лет. Впрочем, диск Shut Up and Jam показал, что несмотря на возраст, музыкант находится в прекрасной форме и способен выдавать мощный и грубый, замешанный на блюзе хард-рок. Не менее драйвовыми и зажигательными получились альбомы The Music Made Me Do It и Detroit Muscle, причем интервал выхода пластинок сократился до 4 лет. Кстати, Тед Ньюдженд не только предоставил свою музыку для Майами Вайс, но и снялся в этом сериале в эпизодической роли злодея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА